доброе утро дорогие мои вы на канале привет ангелы с вами народный батюшка мира и добра от пресвятой троицы а я опять идут за парным молоком и наслаждаюсь той красотой коров которые у нас есть ну и немножечко продолжу тот разговор о наших ступенях совершенства и о проблемах их преодоления вчера я вам рассказал что на каждой из этих ступеней есть различного рода грехи которые не дают человеку подняться выше и быть на другой ступени это и на ступени крещения ну и ладно все уже сделал на ступени прикосновения благодати о как здорово какой я великий гордыня на ступени страдания страдаю все любите меня нас на ступени терпения я все терплю мне больше ничего не надо на ступени опытности даже одна из верхней ступени которые ступень старцев можно так сказать я великий учитель и могу быть апостолом и даже христом ну в общем вот эти грехи бывают на всех ступенях больше того чем человек выше поднимается там на уровне страдания надежды или на уровне любви он насчитывает в себе много грехов я все время привожу в пример я не помню имя старца который насчитывал у себя 12 тысяч грехов хотя был святой был святой как же тогда вы можете спросить он называется святым если у него 12 тысяч грехов от это очень интересный момент поскольку мы с вами вот начали чтение батюшки серафима царовского о наблюдении за собой который рассказывает как это может быть и он говорит о том что весы которые в нас вселяются они трудно из нас выводимые то есть выгнать их совсем и сделаться абсолютно чистым практически немыслимое дело поскольку они становятся частью нашего ума они мысли свои как говорится нам внедряют эти мысли в нас начинают жить ну точно так же как мы все время говорим микробы вирусы бактерии а в нас живет огромное количество микробов вирусов и бактерий которые смертельны в больших количествах а в каких-то живут и все вот это при рожении так называемые от весов оно именно такое же то есть они живут но живя они могут нами владеть и заставлять делать то что им хочется как и вирусы да ну скажем сальмонелла может заставить вас сидеть в туалете целыми днями иметь температуру и все остальное я шучу конечно но тем не менее они действуют примерно так же вот есть их определенное как говорится назначение того или другого без а и он заставляет вас через свое действие заниматься тем чем он хочет но это прежде всего страсти которые дают чувственности ну и якобы вот этой энергии чувственности эти бесы и питаются они от нее живут не будем углубляться в эти технологии и в эти свойства бесов что же нужно тогда делать а нужно видеть их то есть они становятся менее опасные если вы начинаете их видеть и поэтому рекомендации бачка серафима например встали с утра ну не подошли к зеркалу потому что к зеркалу вы подходите посмотреть не постарели ли не появились ли некоторые морщиной иногда даже мужчины этим занимаются не появились ли седые волосы и так далее нет здесь другой вопрос встали с утра и попробовали обозрить свое внутреннее состояние и узнать свои желания и определиться желание эти ваши или они от весов потому что они могут быть абсолютно разные грубо говоря чаще всего обоснованные бесы желания выдают что вот я иду на работу там у меня задачи украсть деньги ну не так мыслит обычно надо деньги я буду делать то 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 и вот мучается с утра руководитель или бухгалтер как ему это сделать а он должен как раз и увидеть что он это делает что вот он готовится сделать грех и его что-то на этот грех толкает и он должен определиться как же с этим грехом поступить чтобы его не свершить подождите я заберу молоко а то она парной и стынет когда мы с вами стоим тань я взял спасибо тань матушка будет также продолжать брать ей понравилось можно так вот то есть не копим трех литровую банку она будет также пол восьмого приходите забирать хорошо мой хороший спасибо для завтра еще приду да и послезавтра вот так договорились так вот обозрение себя с утра и есть то самое можно так сказать начало борьбы с бесами которые требуются от человека вы скажете ну какая ерунда это мне не трудно а я вас уверяю очень трудно потому что главный кто в этом участвует это ваш ум а ум может быть занят чем хочешь кроме спасения того кто его содержит своего хозяина поэтому ничего простого в этом нет и как раз в помощь для этого имеется у нас утренние молитвы и подбор всех этих наших чтений в которых в принципе и есть список тех лукавых которые в нас находятся и просьбы как от них избавиться избавиться в утренних молитвах конечно это все отдается на волю божью моего господа просим нас избавить от этих но сами видите что просим просим а почему-то ничего не происходит вот как есть страсть так она и возвращается иногда и очень так ярко возвращается вот здесь ты включается наше личное делание потому что все они родились для того чтобы эти искушения попускаются нам для того чтобы совершенствоваться а какое будет совершенство если вы подвиг свой быстренько передаете богу то есть я сам набрал грехов страстей нахватала ты мне давай очисти мои мозги мою душу нет господь то как раз и ждет чтобы это было соделание чтобы мы были соучастниками в борьбе с ними а главное чтобы осознавали против чего мы с вами боремся и поэтому здесь задача во первых выяснив кто же в вас живет и какие вам разжигает страсти найти те условия при которых эти слова страсти у вас вдруг возникают то есть разные условия есть ну например если идет мужчина в какое-то сообщество где много молодых девушек женщины ищи они в каких-то особых нарядах или еще что-то в соблазнительных то всего скорее у него страсть блуда обязательно возникнет а что ну вот он он для этого из и пошел они то может быть там ждут мужа себе будущего или жениха но возбуждают и тех кто не будет им мужем а этот человек в этой страсти после берет и совершает какой-нибудь грех то есть как-нибудь совершает свое блудодеяние там рукоблудие там или еще что то такое ну это к примеру идете вы в ресторан естественно сразу без чревоугодие возникает и часто собираются я только кофе попью я только вот маленький значит тортичек съем но заканчивается это большой едой большой тарелкой объядением и так далее почему а страсть возникла то есть условия к этой страсти созданы для удовлетворения и и она возникнув человека втягивает вот в это греха падения чемги плывут слышите как интересно они пищат это утки но они не умеют крякать им еще название почему-то поганка но не почему-то их нельзя потреблять у них мясо плохо пахнет но мне очень нравится как они живут дружно и как у них птенчики красиво такие полу лебеди они и также со всеми грехами при этом нужно осознавать условия где этот грех может возникнуть и вас страсть втянет в него а еще очень важно понимать я бы сказал так время возникновение грехов или ну да греха потому что некоторые грехи они от времени зависят то есть нужно определенное время чтобы он свершился я прежде всего здесь могу сказать про винопитие ведь вот откуда взялось винопитие у нас есть необходимость чистить мозг от белка из которого делается этот мозг он постоянно отмирает там огромное количество 2 миллиарда клеток в сутки отмирает ну не в этом это я так считаю что это условные такие бы значения сколько чего отмирает но что происходит ему нужен растворитель и растворителем этого белка этого жира можно так сказать еще является это но то есть спирт спирт который растворяя и выводит этот белок из мозга человечество приучилась его потреблять ну во первых он в самом кишечнике у нас при брожении образуется и в каждом из нас все время есть около как ученые говорят 2 200 миллилитров спирта то есть у вас по крови по лимфе по всем органам 200 миллилитров спирта ну для некоторых кажется что все я опьянею но это вот та норма которая вам в общем то и нужна для того чтобы все растворять клетки жиры и так далее он это является естественным спиртом но люди научились потреблять его то есть получать его там из скифшихся фруктов из капусты акиши там есть в кефире есть немножечко там в простокваша 8 градусов говорят простокваша ну вот по измерении спирта и поэтому казалось бы чего тут такого но это нужно это нужно но интересная вещь то когда человек переходит такой на искусственное потребление спирта то есть алкоголь начинает потреблять у него внутренняя выработка этого спирта сокращается а потребность остается и это потребность приводит его во первых к зависимости что как это ты не пьешь а куда же клеткам деваться мусор этот в голове чем он кончится ну как правило вы помните что окончается скандалами раздражениями и начинает алкоголик искать себе повод выпить он почему это ищет а потому что ему тяжело грязные мозги там вот это все скопилось нужен выброс это точно так же это специалисты говорят как будет человек в туалет хочется а сходить не может ему нужно средства чтобы ему это сделать ну и вот он что срывается и выпивает как правило это имеет определенные циклы я разговаривал когда-то с женами и учил их как это профилактировать у мужа например алкоголика и они мне называли у кого две недели у кого три недели у кого раз в три месяца может быть такое состояние наступать и он напивается и пьет до самого конца но запою него то есть вот есть те кто потребляет регулярно а есть и кто запойные так на самом деле это со всеми страстями точно так же точно также с блудной страстью там накапливается желание или специальные вещества которые да вот он согрешил покаялся я больше не буду а потом проходит проходит время опять он не может сдержаться и женщина точно также вот мы чет все на мужиков оказывается я уж извиняюсь тем же рукоблудием женщина не меньше занимаются чем мужчины вот так доказано и периоды у них примерно совпадают когда им это хочется сделать поэтому дорогие мои слежение за собой слежением за желаниями слежением за состоянием который может привести к этому желанию одна из главных задач человеку умного умного для многих к сожалению это относится к уму человека и неразвитый умом человек он и впадает то туда то сюда в какие-то страсти все я заканчиваю на этом красивом месте эту беседу потому что иду домой пить парное молоко чего и вам желаю очень хорошие средства оказалось действительно как настоящее лекарство прямо видите у меня такая и бодрость какая-то появилась их а так последние месяцы я немножечко почему-то страдал знаю почему но это мой как говорится грех могли проблемы у вас свои и давайте с ними бороться чем больше у вас будет вот такого контроля над тем кто в вас живет тем больше у вас будет кротости удовольствия радости потому что в замену вот этим всем страданием от бесов которые у вас есть приходят именно они приходят они и тогда ваша жизнь улучшается хотя условия может быть не улучшаются а жизнь улучшается почему а выгнали или начали контролировать своих бесов и у вас перестали скандалы уныние печали и и все остальное здоровья вам всем радости аминь